Всем добрый день! У нас наконец-то выпал хороший теплый денечек и я хочу сегодня выкопать георгины наконец почистить всю свою землю, цветы, просушить как следует корни и убрать их на хранение Впереди передают две недели дождей почти будет 100% в территории лить дождь У нас и так постоянно дожди, мы ничего не успеваем убрать Хочу сегодня заняться и георгинами Также мы убираем эти пальмы сегодня Они однолетние, они все равно замерзнут и уже начинается холода, уже выглядят некрасиво Как бы хотела рассказать, что у нас очень много ботвы Видите, сколько много? И если это вывозить на мюль, депани, на мусорку то придется делать несколько рейсов так как у нас очень много цветов у меня есть и вишня, у меня есть и кусты смородины, и малины и все это надо перерабатывать как-то и вывозить куда-то Но мы знаем такую одну хитрость благодаря которой не надо этого ничего делать То есть убирать, конечно, надо А вывозить нет, мы все вот это превращаем в подкормку для наших растений И это всего лишь вот такая вот машина Вот такая вот машина И сейчас Владик вам покажет, что он делает этой машиной и как она удобна и полезна в хозяйстве Ну и для того, чтобы выкапывать георгины, мне нужна лопата самая обычная штыковая У меня есть вот такая вот клейкая лента Очень удобно на этой этикетке подписывать по цветам георгины Ну и, конечно, ножик, потому что выкопав картошку, я оставляю хороший вот такой вот стебель Зато он подсыхает, но он очень удобный, за него можно и взять И эту палку и переставить, и перенести И так хранятся лучше георгины С вот такой палкой, сантиметров 10 где-то оставляю Разворачиваю вот такой вот, у меня есть специально мешок салофановый Полок, да, я его в руку Знаете, для чего? Чтобы не мазать грюнштук Теперь вот все студенты, бархатцы То, как называть, я все скидываю сюда И затем Владик это все будет перерабатывать на своей машине Я начала со студентов бархатцев Для того, чтобы можно было вообще подойти к георгинам Я всегда сажаю бархатцы с таким бордюрчиком Ну а теперь, конечно, чтобы подойти и выкопать хорошо, это все нужно вырвать Мы их обязательно перемалываем и добавляем в наши короба Я немножко отгребаю земли, закладываю на низ Это очень хорошее удобрение, я делаю так уже много лет Я вам покажу, как я выкапываю на примере одного куста И все, потом уже больше вам не буду мучить вас Вот у меня куст стоит Это один пару картофель и вот такой огромный куст Я смотрю, я здесь, видимо, кидала все подряд, все остаточки Белый с красным, просто красный И что я делаю? Я срезаю, оставляю 10 сантиметров у корня И срезаю вот так вот ножом Когда есть вот такие остаточки Я сломала ножик Свой любимый, сейчас принесу другой Итак, новый ножик, продолжаем Срезаю ветки сантиметров 10 от клубни Как всегда их так много, они держатся у меня на палке Я всегда говорю, сажаешь просто картошку, осенью убираешь огромные кусты Мне так нравится, как они цветут, что я сажаю их из года в год Обязательно подписываю Вот у меня там уже здесь написано Я себе сейчас просто вот и взяла красным Вот так вот прилепляю Все, теперь можно выкапывать Выкапываю, хорошо-хорошо стряхиваю землю Прям хорошо Потом даю просохнуть Прям дней 5-6 И только после этого убираю на храним И у меня так хорошо хранятся георгили Они у меня в каком состоянии Я их осенью закладываю в короба Такие плотные, свеженькие, зелененькие Такими же достаю весной Сажаю уже много-много лет 14 лет точно Каждый клубень я очень-очень хорошо отряхаю от земли Прям вот хорошо, чтобы он был чистенький Чтобы хорошо-хорошо просох Чтобы никакой червячок с ним не зашел на хранение Вот видите, червячок Можно даже взять и немножко его обнести Ну я сейчас вот здесь оставлю Немножко вот так постукаю Еще в мету потом Вот такие Из вот такого маленького Буквально двух-трех картофель Вырастает вот такой огромный куст На следующий год он будет нас снова радовать А теперь нам предстоит убрать всю вот эту красоту Тут их очень много Слава Богу, я не одна Мне всегда помогает Владик Хоть его и не видно в кадре, но он всегда рядом Смотрите, георгения я храню в таких ящиках Но еще я сейчас не убираю на хранение Я на данный момент все, которые хорошо отряхнула Складываю в такие ящики и ставлю их на веранду Буду сушить неделю, может быть, даже две Когда будет хорошая солнечная погода Я буду выносить, сушить Как только дождик пасмурно буду оставлять на веранде Надо хорошо-хорошо просушить вот эти клумбы Клубни И только потом я убираю на хранение Поэтому сейчас начинает темнеть Я хочу уже их начинать заносить Все равно они сегодня не просохнут Вот уже несу даже еще корзинки Я заметила, что Владик неправильно срезал Слишком высоко оставил Так высоко нельзя Могут загнить Надо сантиметров 10 оставлять Хочу сразу спилить, убрать Хотя это можно сделать и попозже Потому что начинает темнеть До дождя надо все успеть Завтрашнего дня дожди Ладно, я попозже срежу Буду уже ставить на террасе А то начинает темнеть Не успеешь огниться, будет темно Буду потихоньку сразу заносить После того, как мы выкапываем георгины У нас очень много ботвы Очень Вы представляете, если эту всю ботву вывозить Это же нереально Но у нас есть вот такая вот машина Я не знаю, как Владик она правильно называется Дробильная машина И как удобно и просто все разбивается Вот в такую труху Вот, посмотрите Это, кстати, пальму уже разрубила она И потом вот эту труху мы убираем Либо в ящики для компоста Либо сразу в короба Вот такая машина Сейчас все покажем Вот эту хитрость с перемалыванием ботвы Нам подсказала когда-то наша любимая соседушка И теперь мы столько лет пользуемся И так удобно Смотрите, вот такая труха Ее, конечно, лучше всего засыпать в бочки Чтобы она перегнивала за зиму Но я, чтобы этого долго не делать Так как труха хорошая Сейчас вот просто Это мы тоже уже приготовили Это тоже все будем дробить Я постепенно вырываю Сейчас мы вот край земли я сгребаю Засыпаем вот этими опилками И заново загребаю За зиму она перегниет И будет прекрасное удобрение Меньше покупать земли Экономия Вообще и не надо ездить на мюль Депани вывозить этот мусор Очень хороший способ Кто не знал, что можно вот так дробить сорняки Обязательно пользуйтесь Теперь я убираю свои георгины На веранду Буду сушить две недели После этого я их буду хранить на даче В домике Потому что на улице И температура у нас не опускается Минус 10 В домике никогда не замерзают Ни георгины, ни мои банки с оленями Поэтому георгины, когда хорошо просушены Прекрасно хранятся на даче А на следующий год я их достану Посажу И мы снова будем любоваться красотой Я каждый год сажаю георгины Конечно, много возни Сначала посадить, потом осенью брать Но такая красота Обязательно сажайте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok